Васю волонтер обнаружил на улице Шубинах и принес в приют. При осмотре ветеринар обнаружил у животного шишку на лапе. После операции выяснилось, в кота попали пулька из пневматического оружия. Сейчас Вася приходит в себя. Каждый день его обследуют и делают уколы. Ветеринары приюта говорят, что коту сильно повезло, что пуля не попала в мышцу. Это могло закончиться летально. Могло закончиться тем, что животное, здесь у него подвижность сохранена. То есть он, как говорится, полностью дееспособен, то есть все у него хорошо, он передвигается, ест, пьет. А в основном, если бы что-то произошло глубже, получились бы достаточно серьезные увечья, привело бы это, скорее всего, к инвалидности, какой-то, может быть, парализации. Предположить, что в кота попали случайно, практически невозможно. Вероятнее всего, в районе Шубинах упражняется в меткости какой-то ненавистник животных. С людской жестокостью в приюте сталкиваются регулярно. Здесь воспитываются сразу 20 чинков, которые едва выжили. Одних замуровали в заброшенном помещении, вторых живьем выбросили на помойку. В мешке нашли, они даже сказали, 11 что. В помойке нашел мальчик 14-летний. То есть он был настолько ошарашен, что пока бабушка не договорилась, не привезла сюда к нам, он не успокоился. Но оказалось, не 11, а 12. Они даже просто, вот куча целая была в одном мешке. Представительницу редкой охотничьей породы веймаранера Рику называют невезучей собакой. За 4 года она поменяла нескольких владельцев. Люди не знают, что на самом деле хотят. К нам она попала совершенно случайно. Мы ее купили у заводчика. Привезли ее 3 года назад. Уже в этом году будет 4 года. Просто у матери была собака, умерла. И у меня сын попросил, что нужно нам собаку. Вот так появилась у нас Рика. Хотя мы вообще не планировали именно охотничью породу. Галина на период болезни сына отдала собаку на передержку. Оттуда непоседа Рика сбежала и попала в приют. Сегодня счастливый день. Рика снова едет домой. Работники приюта подводят статистику. В 2012 году из всех поступивших животных забрали 63%. В 2013 всего 58,8%. Зверей прибывает, а желающих их забрать, увы, становится меньше. Изменить показатели могут только неравнодушные люди. Приехала в приют на экскурсию и не смогла остаться без питомца. И корреспондент нашей программы. Теперь у нее дома живет котенок, которого волонтеры спасли из рук живодеров. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.